Из-за того, что люди видели великие чудеса, которые Он творил, они следовали за Ним. Он исцелял больных и учил о том, какой Бог. Он пришел освободить нас, достойных наказания грешников, от уз греха и ада. Но некоторые люди, как Он обличал их, возмущались и негодовали. И идейские священники завидовали Иисусу и ненавидели Его, не веря, что Он освободитель, посланный Израилю Богом. Схватив Его и издеваясь над Ним, они предали Его римским солдатам. Солдаты надели на голову Иисуса терновый венок с колючками, избили Его, оскорбляли и плевали Ему в лицо. Но Иисус не сопротивлялся палачам. Он добровольно предал Себя на страдания и смерть. Пойдя на казнь, Иисус Христос взял на Себя все грехи человечества, понес наказание за них. И через эту жертву Бог Отец оправдал всех нас. Солдаты прибили Иисуса к Христу, где Он и умер. Это было самое страшное и позорное наказание для преступников. Но Иисус Христос, не сделав ничего плохого, отдал Себя в жертву вместо нас. За наши грехи, за которые мы должны были умереть. То есть Иисус Христос взял на Себя наказание, предназначенное нам. Враги Иисуса Христа радовались. Мы убили Его и избавились от Него. Но после распятия Его тело отнесли к гробницу, закрытую большим камнем. На третий день после этого, женщины, пришедшие к гробу, увидели, что Иисуса нет внутри. Там были два ангела, сказавшие женщинам, «Почему вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь! Он воскрес!» Так Иисус победил смерть, забрав власть у сатаны, и сегодня Он жив. После воскресения многие ученики видели Иисуса, разговаривали с Ним, кушали с Ним. Один из Его учеников, Фома, сказал, «Если не выжжи на руках Его ран от гвоздей, не поверю, что Он воскрес!» Сразу после этих слов Иисус явился всем и показал Ему раны. Тогда Фома упал к ногам Иисуса и сказал, «Господь мой! Бог мой!» Иисус ответил, «Ты поверил, потому что увидел Меня, счастливы же, невидевшие и уверовавшие!» После воскресения Иисус Христос являлся многим людям в течение сорока дней и перед уходом на небо велел своим ученикам, «Идите по всему миру и расскажите всем благую весть о Моей смерти и воскресении, о том, что Я отдал себя в жертву, чтобы простились грехи всех народов, и тот, кто поверит в Меня, будет прощен Богом». После этих слов ученики своими глазами увидели, как Иисус вознесся на небо, обещая, что однажды вернется. Сейчас Он рядом с Богом, Отцом на небесах, и готовит уверовавшим в Него место в Своем Царстве. Когда Он вернется на землю, все народы пристанут перед Ним, чтобы ответить за свои грехи. Готовы ли вы к этому? Поверите ли вы в Иисуса? Последуете ли вы за Ним? Иисус Христос, Агнес Божий, Который был заклан за нас. Почему Он стал жертвой за наши грехи? По праведности Бога за каждый грех обязательно должно быть наказание. Сам Иисус никогда не грешил, но принял наказание вместо нас и умер за наши грехи и на третий день воскрес. Если мы будем верить в Иисуса Христа, то все наши грехи омоются Его кровью. Тогда мы будем чисты и сможем приблизиться к Богу. Что значит следовать за Иисусом? Послушайте, пожалуйста, следующее объяснение. Иисус рассказывал притчу о двух путях. Много людей идет просторной дорогой, но она ведет в ад. Есть и другой, сложный, узкий путь, который ведет к Богу. Тот, кто поверит в Иисуса, свернет с широкого пути в преисподнюю и последует по узкому пути за Ним, получит вечную жизнь с Богом. Если вы поверили в Иисуса, можете помолиться такими словами. Бог, я понимаю, что я грешник, достоин только ада. Я каюсь перед Тобой за свои грехи. Я верю, что Иисус Христос стал жертвой за мои грехи, умер и на третий день воскрес. Господь Иисус, прошу, будь моим господином и управляй моей жизнью. Слава Тебе, Господь! Аминь. Аминь.